Израильский министр рассказал об ответе на иранскую атаку. Тель-Авив 14 апреля РИА Новости. Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время. И подходящим образом, заявил министр, без портфеля в узком кабинете военных действий Бенни ГАНЦ. Говоря о ночной ракетной атаке из Ирана по Израилю, ГАНЦ подчеркнул, что инцидент еще не исчерпан, добавив, что существующую систему регионального сотрудничества и сдерживания необходимо укреплять прямо сейчас. Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы и возьмем с них, с Тегерана, цену в подходящее для нас время и подходящим образом, заявил ГАНЦ. Корпус стражи исламской революции Ирана, элитное подразделение ВС, заявило в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрешение израильской авиации иранского консульства в Сирии в начале апреля. По официальным данным, израильской армии ЦАХАЛ Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами, то есть Соединенными Штатами Америки, перехватили 99% всех целей, сообщал официальный представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон держаться подальше. Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии и Дамаске израильский ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли 7 офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников Мухаммед Резадзахиди, командующий силами КУЦ КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мухаммед Хадди Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.